Великие праздники Святой Троицы, выпавшей в этом году на 3 июня. В кафедральном соборе во имя Благовещения Пресвятой Богородицы торжественное богослужение возглавил Преосвященний Шелукьян, епископ Благовещенский и Тындинский. Вспоминая евангельские события, можно видеть, как важно было Христу подготовить учеников как посланников и просветителей человеческого рода. И потому посылают он им после своего вознесения Святого Духа для укрепления их, как столпов веры в своей Церкви. Святитель Филарет Московский говорит, «Святой Дух – невещественный огонь, свет веры, теплота любви, огненные языки, изрекающие в сердце закон Божий». На праздничном богослужении верующие стали свидетелями торжественного события. Чтиц Николай был рукоположен в одьяконы. Троицкое богослужение отличается длительным коленопреклонным молебном, и в этом его особая благодать. Трижды преклоняют колено верующие перед всемогущим Творцом Вселенной, перед троическим его единством, моля о милости и благой помощи Святого Духа во всех делах и начинаниях. Друзья мои, сегодня вся полнота Вселенского мира празднует день рождения апостольской евангельской православной Церкви. Именно в тот момент в горнице Иерусалима зародилась наша Церковь, когда сила и благодать Святого Духа в ведении огненных язык снизошла на святых апостолов. Все то, что обещал Христос в своей земной Церкви, которую он строил здесь на земле, сбылось. И те первые апостолы, и мы сегодня люди 21 века, знаем великую тайну Святой Троицы, великий божественный замысел и промысел Божий о человеческом роде. Подобное никто не мог придумать в истории человечества, потому что все то, что открыл Христос и Бог через Церковь и Священное Писание, на ум человеку не приходило, что такое возможно, но это было. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам» – дает обетование Спаситель о Святом Духе. Поэтому его сошествие – величайшее чудо дня Пятидесятницы, которое останется с нами до конца века. С 21 по 29 мая в Благовещенске и ряде городов Амурской области прошли Дни славянской письменности и культуры, включающие в себя мероприятия духовно-просветительской направленности. Главными организаторами их явились Благовещенская епархия и Амурская областная общественная палата. Завершились мероприятия, получившие также название «Кирилло-Мефодиевские чтения» в Институте развития образования Амурской области творческо-исследовательским конкурсом «Моя святая Русь». Проходил он среди учащихся амурских школ. В своих сообщениях и докладах ребята представили не просто интересный и познавательный материал об иконах, храмах и русских святых, но показали, каким духовно богатым может быть мир современной молодежи. Обсуждали замечательные исследовательские работы наших амурских школьников и учащих колледжей. Мы решили, что надо и стать сборник этих работ. Конечно же, я думаю, что институт развития образования Амурской области поможет немножко некоторые вещи подправить. Мы просим, конечно же, благословения помощи от Благовещенской епархии Русской Православной Церкви. Итак, исследовательские труды школьников, собранные в отдельные печатные издания, могут стать замечательным учебным пособием для педагогов, учащихся и студентов образовательных учреждений города в плане изучения культуры своей исторической веры. И мы очень рады и за педагогов, и за тех родителей, в которых выросли эти детки, и в целом за нашу Амурскую область, что мы вместе движемся к просвещению исконно славянских, исконно православных истоков. Приятно, конечно, порадовали и молодцы ребята, и участники, ну и, конечно, были у нас победители. Многое. И для меня одного было именно понятно, что это во славу Божью, но и не только, потому что на пользу Отечества нашего созидается. Человек, как мы знаем из Священного Писания, он, прежде всего, существо духовное, и о пище духовной, нежели о хлебе насочном, должен не забывать и всегда помнить. Когда мы говорим о подрастающем поколении, о наших детях, это особенно важно, потому что, если не будет нравственного начала в нашей жизни, у нас какие бы ни были перспективы, как бы они ни звучали на бумаге красиво, они не будут достигнуты, эти цели. И, слава Богу, происходят события, которые приятно удивляют и радуют. Я бы хотел выразить благодарность всем, и организаторам, и участникам сегодняшней встречи. Оценив духовные плоды проведенного мероприятия, администрация Института развития образования Амурской области заверила присутствующих, что открывает двери для будущих встреч в неславянской письменности на Амуре. Дорогие телезрители, сейчас вас ждет очередная встреча с управляющим Благовещенской епархией, Преосвященнейшим Лукьяном. Владыка, наша видеозапись проходит в канун Великого праздника Троицы. Накануне праздника состоится поминальная суббота. Хотелось бы поговорить о том, насколько наш народ расположен и сердцем, и духовно к поминанию усопших. Я на Благовещенской земле являюсь епископом совершенно недавно. Но то, что я успел увидеть, как ситуацию, такую уже сложившуюся, то я скажу, что она печальная все-таки. Храмов мало. Старые люди, которые были, может быть, не церковными, но православными верующими людьми, они ушли и унесли с собой прекрасные обычаи и традиции. Они, может быть, не всегда соответствовали идеям и нормам церковным, но это были хорошие традиции, обычаи, которые возбуждали в людях самое главное, самое нужное, особенно сегодня. Это память, это любовь, как говорят, к предкам, или к тем, благодаря которым мы появились на этот свет, тем, кто дал нам жизнь и воспитание, и образование, и продолжителями рода, которых мы являемся. Я хочу сказать о том, что я заметил, я проехал все-таки достаточно областей России, и я родился в южном крае, раньше большой России, до Советского Союза, сегодня это уже Украина. Я видел, как поминают родных и близких, особенно в так называемые вселенские родительские поминальные субботы. Это праздник, это огромнейший праздник, люди переживают эти события как праздник, потому что это выражение любви, признательности, памяти к родителям, к дедушкам, к бабушкам, к своим друзьям, кто ушел в виной мир. К великому сожалению, у нас это не наблюдается. Кладбище у нас довольно-таки в печальном положении, очень много неухоженности, и заброшенных могил, и больше всего нет вот этого обычая, православного церковного обычая, когда можно помянуть на панихиде, поставить свечечку и принести на панихидный стол по традиции православной поминовения. Там какие-то продукты, те же конфеты и прочее, что потом раздается народу с просьбой помянуть. Это своего рода форма доброго дела в память умерших. Но особенностью наших православных поминовений является то, что это празднично, что в храме, что на кладбище, когда собираются родные и близкие. Самое главное, что сегодня надо уловить и понять очень многим, особенно верующим людям. Кто-то скажет, можно помолиться дома, можно милостью не подать и прочее. Это нормально, так должно быть. Но бывают такие общие дни, где каждый православный верующий должен быть как-то не в одиночку, не сам по себе, а обязательно соборно, на общей молитве. Если это общая панихида у нас, как и земля для нас всех общая, так и небо. Поэтому надо собираться вместе и празднично, как положено, церковно поминать своих родных и близких. Во-первых, отсюда такая двоякая польза. Это то, что помогает душам умерших людей, молитва и милостыня в загробном мире. И это то, что сегодня так необходимо в деле воспитания подрастающего поколения, молодежи. Ведь наша молодежь отличается тем, что они сегодня слишком много знают. Море информации достало слишком доступно, и тем более быстро доступно в связи с новыми техническими возможностями современными. Но я, насколько знаю, не просто по наслышке, но на опыте, очень многие молодые люди сегодня ропщут на то, что знать-то мы все знаем, а делать не делаем. И они не только слушают старших, они еще смотрят на старших. Как делают старшие родители, друзья, родственники, так и поступают они. На сегодня очень важно, чтобы православные люди, крещеные люди задумывались о том, что вот эти традиции, обычаи необходимо воскрешать, возвращать к жизни ради будущего. Если мы сегодня не будем помнить и поминать умерших, то завтра нас уже никто не вспомнит. Дети и внуки последуют этому же примеру. И самая лучшая форма поминовения умерших выражением любви и признательности, она является в ограде православной церкви. Это очень хороший обычай, традиции русские, наших отцов и дедов. Я считаю, что их надо воскрешать. Я считаю, что вот эти моменты, они должны быть в жизни людей. Надо уезжать немножко со среды шумного города, шумного, суетливого мира и бывать в таких местах, которые навеивают хорошие такие чувства, переживания, тихие, спокойные, о жизни, о смерти, о вечности. И, конечно, посматривать на могилы людей, там лежат не только старики, но и молодые люди, чтобы еще больше ценить и дорожить жизнью. Благодарим за понимание и финансовую поддержку нашей программы «Благовещенскую епархию», торговую компанию «Полиграф». Репbird. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова